Грач 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 Это крупнейший представитель воробьинообразных птиц. Длина тела достигает 60-70 см. Размах крыльев 120-150 см. Масса тела 800-1600 граммов, по другим данным до 2 килограммов. Летящую высоко птицу можно определить по более длинным и узким крыльям в сравнении с другими врановыми, а также по клиновидной форме хвоста. Парящий ворон делает более редкие взмахи крыльями, чем его ближайшие родственники. Ворон – осторожная птица, умеет хорошо передвигаться по земле. Перед полетом ворон делает несколько прыжков. Полет более похож на полет хищной птицы, чем на полет других врановых. В течение года птицы в основном держатся обособленными парами, хотя поздней осенью и зимой могут объединяться с другими птицами своего вида на ночевку. Благодаря высокой пластичности в выборе мест обитания и кормов, ворона можно встретить на самых разнообразных ландшафтах – от арктических побережьях до высокогорной тундры и пустынь. Ворон хорошо адаптирован к рассеянным и скудным источникам кормов и употребляет в пищу почти все съедобное, что способен поймать либо обнаружить. Ключевое значение в рационе занимает падаль, в первую очередь достаточно крупных животных вроде волка или северного оленя, которое помогает ему выжить в суровых климатических условиях. При случае кормится снулой рыбой, дохлыми лягушками и грусунами. При этом птица также проявляет черты настоящего охотника. Ловит разнообразную дичь размером до зайца или небольшого копытного, в том числе грызунов, птиц, ящериц, змей. Ворон отделен интеллектом. Птицы давали пить воды из глубокого кушина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон додумался бросать в емкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. Из-за своей элегантности, сообразительности и способности к подражанию, в том числе и к голосу человека, могут содержаться в домашних условиях, в качестве домашнего животного. Первые месяцы своей жизни птицы мягкие и послушные. Приручить их нетрудно. Позрослев, птицы не признают никого, кроме хозяина. Полевой жаворонок или обыкновенный полевой жаворонок. Вид воробьиных птиц из семейства жаворонковых. Полевой жаворонок Полевой жаворонок размером немного крупнее воробья и имеет неяркую, но привлекательную окраску оперения. Окраска полевого жаворонка покровительственная. Она помогает ему маскироваться в траве и на земле. Самца можно отличить от самки по более крупным размерам и по песне, которая отсутствует у самки. Полевой жаворонок – это истинный житель лугов и степей, горы, полей. Единственное место, где не встретишь эту маленькую птичку – это лес. Ареал полевого жаворонка весьма обширен. Он включает в себя почти всю Европу и большую часть Азии, а также горы Северной Африки. Также интродуцирован в Австралию, в Северную Америку, где обитает на Западе и Новую Зеландию. Питаются полевые жаворонки растительной пищей в виде семян различных трав и злаковых растений. В рационе у них семена птичьей гречихи, пикульника, воробейника. Особое пристрастие питают эти птицы к семенам щетинника и другим диким видам проса. Когда созревают культурные злаковые, жаворонки с удовольствием совершают набеги на поля, засеянные овсом и пшеницей. Рожь и ячмень не пользуются у них такой популярностью, так как они более маслянистые, а полевые жаворонки предпочитают мучнистую пищу. Для того, чтобы твердые зерна злаковых лучше переваривали желудки, они вместе с семенами клюют небольшие камешки. Многие любители держат полевых жаворонков в неволе. Прирученный молодой самец способен петь по 8 часов в сутки. Живут эти птицы в неволе по 10 лет, чего в природе практически не встречается. Птица эта пуглива, содержать ее могут только очень опытные птицеводы, способные обеспечить жаворонка правильным рационом питания, иначе птица будет пугаться, и тот, кто ее содержит, никогда не услышит знаменитой песней маленького певца. Естественно, человек не способен обеспечить такого питания, какое есть у птицы в природе. Но существует специальная зерносмесь для жаворонков, которая состоит из овсянки, проса, канарейчного семени, рапса, сурепки, салата и льна. Кроме зерносмеси птицам необходим мягкий корм, который составляется из тертой моркови, куриного яйца, сваренного крутую. Добавляются в корм мучные черви, без которых самец отказывается петь. Для того, чтобы пополнить рацион минеральным кормами, в рацион включается мелкий ракушечник, мелкий речной песок и древесный уголь. Только что пойманных птиц кормят мучными червями и намоченными в молоке белым хлебом. Постепенно птицы становятся ручными и берут корм из рук хозяина. Обыкновенная кукушка. Птица – наиболее распространенный и известный вид в семействе кукушковых. Все семейство кукушек получило свое название и название рода от звукоподражания для призывного крика самца обыкновенной кукушки. Это среднего размера кукушка, длиной сравнимая с некрупным сизым голубем, однако более изящного сложения. Общая длина достигает 32-34 см, а размах крыльев – 55-65 см, вес – до 80-190 граммов. Большую часть года обыкновенная кукушка ведет скрытный, молчаливый образ жизни. Лишь весной и в первой половине лета самки, и особенно самцы, становятся заметными и шумными, привлекая к себе внимание. Наиболее известна брачная песня самца «Громкий размеренный крик куку». Область размножения обыкновенной кукушки охватывает все климатические зоны от леса тундр до пустынь и субтропических лесов полиарктического региона на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана. Почти повсюду это обычный, местами многочисленный вид. Будучи типичной перелетной птицей, птицы проводят зиму в Африке и в тропических широтах Азии. Обыкновенная кукушка – один из наиболее совершенных гнездовых паразитов, подкладывающий свои яйца в гнезда других птиц. В качестве хозяев-воспитателей птенцов выступает около 300 видов воробьиных птиц. В результате многолетних наблюдений орнитологи выдвинули гипотезу, что самки обыкновенной кукушки делятся на так называемые экологические расы, также известные как линии. Каждая из таких рас несет яйца определенной окраски и стремится подбросить их в гнезда тех птиц, которые несут яйца аналогичного цвета. Воспитателями птицов кукушки могут быть птицы, гнездящиеся в самых разнообразных биотопах с разными кормовыми привычками, размерами от королька до крупного дрозда. Однако при всем многообразии у всех видов имеется ряд общих с паразитом характеристик, которые позволяют кукушонку благополучно прижиться в гнезде. В первую очередь это птенцовый тип развития, подходящая форма и расположение гнезда, способ передачи корма птенцам через вкладывание пищи в клюв. В гнезде своей жертвы кукушка обычно проводит не более 10-16 секунд. За это короткое время успевая не только снести собственное яйцо, но и забрать одно яйцо хозяйское, то есть совершить подмену. Последняя самка тут же проглатывает, либо уносит с собой в клюве. Бывает, что кладка уже хорошо насиженная, и простой подброс не может привести к благополучному вылуплению и развитию кукушонка. В таком случае кукушка может уничтожить всю кладку, чтобы спровоцировать воспитателей на повторное размножение с последующей подмены. Как правило, в течение периода размножения кукушка сносит не более 10 яиц, каждый раз гнездо нового хозяина. Случается, что в одном гнезде оказываются два и даже более птиц-паразита, принадлежащие разным самкам. Сорока или обыкновенная сорока. Птица семейства врановых, из рода сорок. Сороки населяют всю Европу, от Нордкапа в Скандинавии до южных оконечностей Испании и Греции. Она отсутствует только на нескольких островах Средиземного моря, также населяют части прибрежных областей Марокко, Алжира, Туниса на севере Африки. Сорока – это седлая птица, но в Скандинавии также и перелетная. Обыкновенные сороки являются седлыми птицами. Они обитают в небольших лесах, парках, садах, рощах, перелесках и часто неподалеку от человеческого жилья. Избегают густого леса. Сороки – парные птицы. Партнера выбирают на первом году жизни. Беспокойный стрек от сороки, который обнаружила в лицо охотника, будет воспринят не только другими птицами, но и волком, медведем и другими животными. Сорока – всеядная птица. Она питается как животным, так и растительным кормом. Как и большинство врановых, сороки питаются самой разной пищей, в том числе падалью. В ее рацион входят как мелкие млекопитающие, так и насекомые. Также сороки часто разоряют птичьи гнезда, таская яйца и птенцов. А иногда даже таскают у собак кости. Живущие по соседству с человеком сороки не боятся украсть какую-нибудь пищу и у него. Иногда ей удается поймать мелкое млекопитающее или ящерицу. Земледельцы недолюбливают сорок, поскольку они склевывают зерна и семена на полях. Весной сороки обследуют кустарники, молодые рощи в поисках гнезд других птиц, яйца и птенцы, которых их любимая пища. Они не брезгуют также и мелкими грызунами. Своим мощным клювом сороки выкапывают из земли личинки насекомых и разбивают скорлупу птичьих яиц. Сорока считается одной из самых интеллектуальных птиц. У сорок были обнаружены тщательно продуманные социальные ритуалы, включая возможное выражение печали. Сорока – единственно известный на данный момент птица, способная узнать себя в зеркале, в отличие, например, от попуга, который воспринимает собственное отражение как другого попугая. Сороки строят несколько гнезд, из которых занимает лишь одно. Гнездо сороки шарообразной формы, построено из сухих веточек и прутиков с боковым входом. Самка откладывает 5-8 яиц в апреле, после чего высиживает их в течение 17-18 суток. Черный дрозд Птица рода дрозды семейства Дроздовые Крупный дрозд, длиной достигающей 26 сантиметров, весит 80-125 граммов. Самцы полностью окрашены в черный цвет, с желто-оранжевым клювом и с кольцом вокруг глаз. Молодые птицы и самки бурого цвета, с темным хвостом, светлым горлом и брюшком. Также имеется поперечный рисунок на грудке. Черный дрозд – это один из самых многочисленных видов птиц. Летом предпочитается лицах в военных смешанных или на юге лиственных лесах, с хорошим подлеском и сыроватой почвой, в лесных оврагах, а также в заросших садах и парках. Такие места черный дрозд населяет во всей Европе и европейской части России. На Кавказе живет в лесном поясе гор. Раньше этот вид населял только леса. Примерно 200 лет назад переместились в городские парки и сады. В южных городах Европы живет оседло, вместе с человеком. Может, сведение сдо в садомом ведре, недодолго оставленном без присмотра. Черный дрозд – сиядная птица. Питается различными насекомыми, земляными червями, семенами и ягодами. Когда птица ищет птичу на земле среди темного лесного подлеска, она малозаметна.